Всем привет! Сегодня у нас видео будет о косметике. Как видите, у меня в макияже опять я решила повторить тот, который был в последнем косметическом видео. Я бы не сказала повторить, я больше сделала с макияю затемнение, но удар с основной на оттенок, вот здесь зелененький, я сделала опять, потому что ну очень он мне нравится. Я здесь хочу показать эту палетку, у меня спрашивали, покажу вам свои покупки декоративки и разочарования есть. Короче, жду очень ваших, обожаю ваши комментарии под видео о косметике декоративной, что-то новое узнаю, интересное. И у меня не всегда, к сожалению, время, извините, отвечать на комментарии, я очень занята, но я прям, блин, зуб даю себе. Я обязательно напишу в комментарии, может прикреплю под этим видео, я напишу вам клон парфюма Руш 540 Бакара. Кто у меня спрашивал, несколько комментариев было, вы под видео можете сегодня посмотреть. Про топпер, вот здесь на глазах у меня, это Наташа Динона, вот этот оттенок, он, видите, золото-зеленый, но на глазах, из-за оттенка еще вокруг холодного, он смотрится очень-таки зеленым. Это стандартная пятерка, базовая ее, номер у нее 09. И этот цвет, вроде бы как, в этой палетке называется 45М Индастриал. Честно скажу, что здесь очень много продуктов, и палетка так и не очень интересная, да, ее можно приобрести, здесь все шиммерно, я не знаю, делать ли случай, ну, потому что ничего особенного, блестяшки обычно, они все блестящие. Но вот этот самый яркий, видите, он золото, он превращается в такой зеленый, он адаптирует, это никакой не дуахром, но он адаптируется просто под базу, на которую вы рядом что-то наносите, да, если это будет теплый оттенок вокруг него, он будет вот таким желтан. А если очень холодный, какой-то серый, то он выдаст очень зеленый оттенок. Наношу я все блестяшки всегда на глаза топовые, всегда на NYX клей, который для глиттера. Я вам в следующем видео его покажу, я думаю, все его знаете, очень популярный продукт. Он стоит там рублей 600, заказывала его на Wildberries, потому что здесь в Стамбуле его не уловишь, нигде в стендах NYX никогда его нет. Все топеры я наношу, как это называть, с губкой, кисточкой, да, знаете, которые раньше всегда в косметику, там, в 90-е, там, в Руберос или что кладели, спонжик такой клали, да. Вот им всегда он очень плотно набирает, никакими не синтетическими, никакими кистьями, я не пальцем, пальцы не люблю марать. И всегда на вот этот клей так наносится круто, что даже никогда ничего у меня под глаза не осыпается. По оттенкам здесь они, она очень однообразная. Вот эти, особенно, два оттенка, этот холоднее, а здесь немножко больше бронзы, но на глазах это никто этой разницы никогда не увидит. Вот так, по сути, бесполезная палетка, одинаковые холодные блестяшки. Почему она у меня есть? Потому что она мне досталась абсолютно бесплатно, это был подарок за покупку на Культ Бьюти, она была в Гудибэк. Про холодную палетку, вот я купила, наконец, оттенки Наташи Диноны, это Глэм палетка. Я не буду делать Наташи Свочи, она все в интернете просто есть, она еще с сентября месяца в продаже. Это холодная палетка, холодная то, что мне подходит, мне очень подошла. Ну да, она такая холодно-коричневая, на самом деле все эти оттенки в реальности, они более холодные, не коричневые мне отдают, так как вот здесь вы можете сейчас это замечать. Из любимых и классных это, конечно, растушевка, очень клевые матовые оттенки. И эта палетка, знаете, для кого очень хорошо подойдет? Есть девушки, которые любят смоки-ай на повседневку, но не яркие такие смоки-ай, да, когда там одно, все веко там каким-нибудь сереньким накрасила, тушь там карандашом подвела. На каждый день будет очень круто. Это потрясающая качественная, конечно, сыпется, но есть тени Визиарта, они еще сильнее сыпятся, я вам в следующем видео потом их покажу. Я очень довольна этой палеткой. Мне нравятся тени Худо Бьюти за то, что они яркие, пигментированные, и там всегда яркие сочные какие-то оттенки интересные, да, то есть в другой косметике во многих других палетках не везде ты их найдешь. Но качество заметно хуже, чем Наташа Динона, потому что здесь это шелк, вот это стандартное качество люксовых теней, типа Диор Шанель. Здесь такое же хорошее шелковистое классное качество, классная-классная тушевка этих теней, но очень крутая пигментация, лучше, чем в люксовой косметике, которая, как правило, не очень пигментированная. В общем, качество теней классное, хорошо все тушуется, мне очень понравилось, но и мимо тоже можно делать пятна, хорошие кисточки, хорошие тени, в общем, при хороших кистях правильных, они классно сочетаются на веки и тушуются. И вывод у меня такой пришел, что, ну, Худо, конечно, чувствуется не такая гладкая текстура теней, когда ты наносишь, они больше пятнят, зацепляются как-то на веки, хуже тушуются. И у меня это, в принципе, остаются любимые тени Худо и Наташа Динона, но Наташа Динона теперь будет в фаворите, если у нее будет классная какая-то палетка по цветам, я никогда не поставлю за ценой, с удовольствием ее приобрету. Но я думала сейчас приобрести палетку, которая цирковая Наташа Динона, но нет. Там, да, яркие прикольные оттенки, как акцентную можно использовать, но не слишком неносибельные вообще по жизни, в повседневной жизни. И ее цена однозначно завышена. Это повседневная палетка на каждый день. Даже для тех, кто прям не маньяк теней, я посоветовала ее купить, потому что здесь тени на каждый день. Ты будешь годами пользоваться, качество классное, каждый день будешь пользоваться и радоваться им, приятное качество, хорошее, рука к ним тянется. А цирковую палетку, не знаю, 60 фунтов, да, допустим. А цирковую палетку она сделала за 110 фунтов. Ну, как бы, камон, это не на повседневку, поиграться чисто, ну, короче, ерунда какая-то полная. Я ее не стала поэтому покупать. Я подумываю о палетке худи, которая старая синяя такая, может, ее куплю. Потому что там зеленая, я хочу палетку с синими-зелеными оттенками прикольную для акцентов. Хочу сказать, что палетку Наташи Динона, вот это есть, и там Сансет, или какая-то там оранжевая, в общем, неважно у них дофига. Они есть в турецкой Сифоре, и стоимость их всего лишь там на 500-600 рублей выше, чем на сайте Культ Бьюти. Я со скидкой европейской этой 20% покупала. Поэтому Наташу, худу вы можете палетки заказывать в турецкой Сифоре. Ну что, с Наташей закончили. Давайте теперь продолжим все равно тенями и такими текстурами прессованными. Здесь у меня тройка. Моя любимый, мой фаворит, но на этот раз разочарование. Это эстрада Estrobing Palette Picasso, она называется. Номер у нее 502 холодная. Она еще в теплом варианте есть. Но это разочарование. Помните, я вам распоказывала прошлой осенью, или прошлым летом покупала в России. Она была очень крутая. И она остается с виду такая же. Кстати, смотрите, что я заметила. Вот эти вот. Упаковка ничего вам не напоминает. Абсолютно идентичная. Просто это тяжелая, очень типа люксовая. А это дешевая, пластиковая, легкая. Но визуально просто видно, чем вдохновлялись. Я сразу это прямо отметила, когда получила их. Они мне вместе пришли. Так вот, это разочарование. Почему оттенки такие же классные, к ним нет претензий. И эту палетку можно посоветовать тем, у кого небольшой бюджет. Кто только начинает краситься молодым девчонкам, например. Или кто вообще не любит тратить деньги на косметику. И почему для тех, кто начинает, она не очень пигментированная. Оттенки сами по себе крутые, правильно сделанные. Сейчас расскажу поподробнее, в чем их фишка. Но они вообще плохо набираются, мало эффекта. Да, они не яркие. Я уже привыкла к ярким теням, к яркой также скульптуре лица. И для меня лучший скульптор, например, или там бронзер. Ну, вообще, скульптор бронзером практически не пользуюсь. Потому что оранжево-желтый – это не моя история. Я всегда пользуюсь Кевина Кон. Пигментация – это самый максимум, какой может быть. На втором месте это румяна в оттенке Тан, Дольче, Габбана. Потом что-нибудь другое уже может идти. Вот это было раньше в прошлом году одного качества. Теперь мне это пришло совершенно другое. В прошлом году я набирала кистью, все переносило слегка на лицо. Здесь визуально все точно такое же, но пигментация гораздо меньше. Мне кажется, компания изменила формулу. Потому что ничем старым не пахнет, проблем с качеством нет. Покупала я это в золотом яблоке. Это никакая подделка, не может это быть так. То есть производителя проблема. И производство здесь годность нормальная. Годен до 23-го года. В чем разница от того, что было раньше? Они плохо набираются в виде. Даже здесь я уже сильно пользуюсь. То есть ничего, мало замаралось, скажем так, вот это все белое. В прошлый раз, когда я пользуюсь, все вокруг черное было. От того, что это крошится. Это очень мало стало крошиться. Более спрессованное из стали. Но они плохо набираются на кисть кисти те же самые, как в том году я пользовалась. Румяна. Очень круто. Это вообще холодный, потрясающий, идеальный. Я в прошлом году вам сказала, что это очень крутая бюджетная находка. На каждый день, если у тебя нет денег, пойди купи. Сразу три средства в одном стоит там в районе 500 рублей. Можно на каких-то акциях найти. И все три средства в оттенке просто идеальные для холодного типа. Потрясающий скульптор. Это цвет такой же, как Тан Дольче Габбана и Кевина Ком. Медиум или светлый оттенок. Румяна не яркие, не искрятся. Лишнего не сделают. Просто мягкие розовые. Хайлайтер просто бомба. Он потрясающий. Вот хайлайтер более-менее такой, как раньше был. Но все равно они стали дубовые, плохо пигментированные. И не такие мягкие, шелковистые, как раньше. Вот я сейчас набираю хайлайтер. Я чувствую, это дешевый хайлайтер. Это не то, когда у тебя палец, знаете, такой падает в хайлайтер, набирает. Его чувствуешь под пальцами. Нет. Это они стали более миловыми. Да, понимаете, как мел. Оттенок тот же. А эффект уже не тот. Он уже более дубовый. Он уже не так искрится, переливается. Румяна. Вот смотрите. Они тоже вроде как мягкие, но не так, как раньше. Набрались. Они стали более миловыми. Переносится. Вот тут слегка. Представляете, я пальцем поелозила. И вот такой эффект. Он должен еще пятном быть. А кисточкой это вообще ни о чем. И какой пальцем еще не замарала. Вот. Это вообще дубовая консистенция здесь. Структура. Вот опять же набрала. Вы видите что-то? Вот смотрите. А оно должно быть темным. Ничего. Даже на пальцы потерев. А представляете, кисточкой. Это вообще нереально набрать кисточкой. О, тут что-то хоть перенеслось. Дай бог. То есть для девчонок молодых, там лет на 15, когда денег там из карманных покупаешь, первую косметику, это можно купить. Чтобы родители сильно не замечали, что много красишься. Но блин. Пигментации вообще никакой нет. Напишите мне, пожалуйста, кто этим любит пользоваться так, как и я. Изменилось ли у вас что-то? Покупали вы свежий вариант этого года? Этих румян. Ну это облом. Я не знаю, что с этим делать теперь. Оно классное, цвета, все супер. Выкинуть жалко. И краситься. Ну я буду, конечно, на повседневку, скорее всего, добью эту историю. Но никогда второй раз уже не куплю. Только если я услышу какие-то отзывы в интернете, что они стали опять спигментированные, такие же суперские, как раньше. Это, короче, разочарование. А теперь о находочках поговорим. Средства для бровей к окончанию видео. Вот у меня два карандаша есть и средства для бровей. Гель для бровей. Давайте с геля начнем. Здесь у меня люкс-визаж. 5,5 грамм. Это прозрачный гель для бровей. Это офигенная находка. Я, наверное, буду покупать и покупать еще по 5 штук сразу, чтобы они у меня лежали в запасах. 5 грамм это не так уж и много. Обычно гели для бровей такие прозрачные. Ну, тот же, например, Wet n Wild или Essence из дешевых, я говорю. Они по 10 грамм где-то. Но это средство конкретно фиксирует железобетонно, кому нужно надолго, на весь день. Потрясающее средство. Стоит там, не знаю, 200 рублей. Это 20 лет. В Турции, конечно, к сожалению, такого не найдешь. Из минусов здесь очень много сразу выходит этого геля. Если у вас очень много волос на бровях, как у меня, лохматы, я и то половину все это убираю, потом пользуюсь. Потому что сразу много бахнешь. И причем остается зазор на 1-2 минуты, пока это не засохло. Ты можешь распределить конкретно красиво, зачесать как-то. Потом в один момент все пристыло. Вот у меня реально ощущение, что в составе есть клей однозначный. И немало его положили. Короче, мне очень нравится. Но это тоже на любителя. Для кого много волос, с которыми надо на бровях справиться, попробуйте. Это реальная фиксация за 3 копейки вообще. Пока что мне... Ну вот оно и называется Brow Fixing Expert Makeup. Гель, фиксатор для бровей. Так оно и есть. Потрясающее средство за свои деньги. Цена, качество. Огонь вообще. Берите, не задумываясь. И два карандашика. Скажем так, это уже укоренелые мои любимые средства. Вот сегодня у меня брови выполнены этим карандашом. Это DIVAGE. Оттенок у меня 01 холодный, тауповый. Названия у него никакого нет. Просто 01. Во-первых, внешний вид карандаша. Смотрите, какой он красивый. Это ощущение, что это люксовый карандаш для бровей. А это находочка, это бюджет DIVAGE. Вообще, консультику DIVAGE никак не воспринимаю. Просто нечаянно не сестра вообще купила этот карандаш, а не я. Она мне сказала, Галь, попробуй, тебе понравится. Здесь хорошая щетка есть. Почему я так щеточку показываю? Потому что не на всех карандашах автоматических есть щетка. А это очень всегда нужно. Потому что сделал и тут же расчесываешь. Вот он, карандаш. Здесь у меня уже заканчивается. Все, больше нет. И он, понимаете, грифель очень тонкий был изначально. И такой острый. Им очень было классно, удобно волосинки прорисовывать. Скажу сразу минусы. Первое, очень быстро заканчивается. Во-вторых, хотелось бы его пожирнее, чтобы он получше рисовал. Потому что приходится надавливать. Но он неплохо отдает цвет. Им очень удобно рисовать полосочки, стрелочки, вот эти волосинки все. Прорисовывать что-то мелкое. Цвет потрясающе холодный. Прям супер не желтый, никакой не рыжий. И еще из минуса скажу, что, ну, к сожалению, ну, как бы правильно выразиться. Ну, очень мало его там. Ну, очень мало. Две недели, и уже ничего нет. Разве так можно издеваться? А если ты его хочешь побольше выкрутить, у меня бы он ломается. Потому что ты начинаешь давить, чтобы цвета больше выходил. Он ломается. Короче, хочется побольше туда. Смотрите, сколько тут места много, да? Почему? У нас карандаш, блин, только вот здесь. Один сантиметр его. Что вот здесь? Вот зачем эта ручка? Сделайте в три раза дороже, но стоп, полный карандаш. Надолго, пожалуйста. По цвету точно один такой же тауповый, как помадка Анастасии Беверли Хиллс. Помадка у меня остается в фаворите до сих пор, потому что ее много хватает на тысячу лет. Не закончишь. Ну, кто в России, девчонки, хотите попробовать? Хороший карандаш. Ну, блин, мало. Ну, мало. Вот, смотрите, тоже такой же карандаш. Это у меня, опять же, люкс-визаж, что я люблю, кстати, люкс-визаж белорусский. Здесь у меня карандаш для бровей механический. Сейчас оттенок. Тон 301-й, тауповый. Вот, смотрите, здесь нету. Вот, или такой же механический карандаш, выдвигающийся. Здесь нет щетки. Это плохо. Опять же, смотрите, здесь вот все. Здесь, ну, полтора-два сантиметра средства. Он новый, паркетически один раз только пользовалась. Даже побольше, чем вот в Диваже. Ну, у меня вопрос. Цена, кстати, у них одинаковая где-то. Где здесь есть, где-то щетка нет? Почему ее нет? Почему нельзя сделать карандаш на 50 рублей дороже, но сделать щетку? Это минус. Но цвет тоже классный. И он точно, они вот с этим карандашом от Диваж очень похожи по своему, скажем так, как к грифелю, по рисунку, по оттенку, по качеству нанесения. Сейчас я даже вам покажу, это продемонстрирую. Очень похоже. Ну, этот очень красивый. И здесь есть кисточка, щеточка, да, расчесывать. Вот такой даже с рыжа немножко тауп. Рыжий тауп я это назову. А трюкс визаж. Он однозначно проигрывает. Но из всех он неплохой. Тоже альтернатива в Йенсабо. А вот, вот это вот длинное, это вот этот Диваж. Знаете, что я хочу сказать? Они абсолютно одинакового оттенка. Оба немножко такие с коричневой. Но Диваж посуше, чем люкс визаж будет. Такая история. Пишите ваши комментарии. Надеюсь, видео полезно было. Что у вас из новиночек? Интересно вообще. Что по косметике, которая сегодня показывала видео, вы можете свое сказать, добавить? Понравилось, не понравилось? Мне еще интересно. Может, что-то интересненького мне новенького посоветуете. Так что жду ваши комментарии под видео. Спасибо всем за внимание. До скорого видения. Всем пока.